Считается, что грибы уже отошли. Да? Ну, вообще, по идее, по логике. В наших широтах. Да, в наших широтах грибы уже отошли. Но, вы знаете, это не в лесах и не в парках Росчлененграда. Потому что... И, кстати говоря, считается, что под ёлками и под соснами, кроме рыжиков и маслят, ничего не растёт. Вот напрасно так считают. Потому что вот у нас, под Питером, в парке Юнталова, под соснами растут головы спортсменок-брюнеток. Там была обнаружена торчащая из-под земли мёртвая голова дамы. Возможно, какая-то группа весельчаков играла в грибы и просто забыли выкопать одну из участниц этой игры, даму. Но вообще зачем, собственно говоря, в сидячей позе закапывать живьём даму, оставляя кричательный орган над землёй, абсолютно непонятно. И любопытно, что это парк. Это действительно просто обычный парк, где проходят сотни людей, собачников, грибников. Но, вероятно, там, пошевелив палочкой эту голову, убеждались, что, в общем, это не подосиновик. И шли дальше, потому что публика питерская, ко всему привычная. Ну, в общем, закопали сидя, лишний раз доказав, что сидячий образ жизни, в общем, может быть, достаточно вреден. И эта неизвестная брюнетка в районе Юнталова, закопанная по шею, доказала, это я к тому, чтобы, Олю, унять ваше беспокойство. А то я вижу в ваших глазах уже некоторое разочарование, что вот Питер так долго не преподносит никаких криминальных сюрпризов нет, все в порядке. Ленинград остается городом самых экзотических преступлений и знамя держит высоко. Но, тем не менее, я прошу прощения, все-таки дама была целая. Дама была целая. Дама была при золоте, дама была при носочках, дама была при дорогом спортивном костюме. Все было в порядке. Ну, вот сидячий образ жизни в течение недели в холодном лесу ее приговорят.